Воспоминания о детском саде всегда одни из самых теплых у многих людей. В минувшую пятницу свой 65-летний юбилей отпраздновала старейшая в городе Видное – Журавушка. Под его крышей в семейном кругу собрались работники, друзья и, конечно, ветераны, посвятившие свою жизнь воспитанию детей. Заведующий детским садом Ольга Королева – часть большой истории, ведь здесь прошло и ее детство. Он все равно был для меня любимый. Ну, конечно, детский сад, он очень много пережил реконструкцией, очень много пережил ремонтов, но все-таки он был тоже уютный, прекрасный, и дети в него ходили, ну, маленькие. Здесь дети были ясельного возраста, шести месяцев. В юбилей принято дарить подарки. И в этот день многие работники детского сада получили благодарности Совета депутатов и главы района, грамоты Управления образования. Гостей поздравил глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов, вспомнив, что и сам когда-то преподавал музыку. Это старейшее, я хотел подчеркнуть, учреждение, которое с огромным уже и багажом, и своими результатами, и главное, что со своей историей. С тех пор сад изменился. В ярко украшенном зале у стены расположился небольшой музей, напоминающий об истории этого места. Здесь и детские игрушки, и старые весы для малышей. Чем в детском саду занимаются сейчас, с нами поделились нынешние воспитатели. Проводили с ними микроскоп и клетка. То есть дети увидели через микроскоп кожицу, луковицы, как она выглядит. Это было просто. Они когда рисовали, они не знали, что первое взяться. Они настолько были в восторге, что они что-то новое познали. Я заканчивала магистратуру по ФЭМПО, и поэтому у меня самая большая инициатива идет на математику, потому что все равно это нужно не только дошкольникам. Удивили своими номерами и сами воспитанники. Малыши представили танец «Карапузы», выпускники порадовали стихотворением. По словам одной из мам, ее малыш это место любит, ведь воспитатели здесь легко находят общий язык с детьми. Здесь нас научили в первой дружбе крепкой. Здесь мы все играли в куколу-солдат, рисовали, пели, слушали. И будем помнить долго наш любимый детский сад. Воспитатели вообще очень добрые, ласковые, имеют хороший подход к детям. Очень много где нам предлагали участвовать во всяких конкурсах, поделочки какие-то делать. В стороне от поздравлений не остались и бывшие работники. Учреждения – ветераны. Много лет своей жизни они посвятили воспитанию детей, имеют награды и звания. В стенах журавушки они любимые гости. Нина Золотарева много лет руководила учреждением и сегодня поздравила коллектив с большим праздником. Детческих успехов от всех ветеранов. Здоровья, терпения, самое главное. Взаимопонимание, потому что детский сад – это вторая семья, можно сказать, второй дом. За долгое время работы журавушка выпустила не одно поколение. Первые выпускники уже пенсионеры и приводят сюда своих внуков. Журавушка – уютный и теплый дом для своих воспитанников и для самих работников. Ведь воспитателем невозможно стать. Им нужно родиться. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!